мы то что мы думаем все что мы есть возникает с нашими мыслями сами мысли мы мы создаем мир именно эту цитату сказал будда если он кстати существовал на этот счет можно долго спорить мысли блять в этом видео я бы хотела обсудить закон притяжения the law of attraction дисклеймер я использую много английских слов своих видео потому что а мой русский не очень б английский английский как второй родной язык для меня поэтому пожалуйста наберитесь терпения подышите помедитируйте а на самом деле я бы хотела обсудить закон притяжения потому что на мой взгляд очень много дезинформации вокруг этой темы особенно в русскоязычном поле я хоть в нем много и не обитаю но тем не менее до меня доносятся довольно странные вещи в стиле закон притяжения это нужно просто писать аффирмации записывать дневник желаний и благодарности и все сбудется на самом деле это большая ложь ничто нашей жизни не сбудется просто потому что мы лежим на диване но гоняем позитивные мысли поэтому давайте сделаем такой deep dive что же такое закон притяжения как он работает что это вообще какие есть научные психологические основания за ним и давайте разберемся как именно можно его использовать нашей жизни чтобы стать лучше счастливее и добрее вообще идеи законы привлечения реальности можно найти в древнейших античных писаниях в буддизме в индуизме как как я сказала цитату буду в начале древние люди уже принципе понимали что наша реальность она гораздо глубже и гораздо обширнее чем наше сознание это видит и воспринимает то есть если вы это глубоко занимались медитации или пробовали психоделики вы наверное понимаете что сознание в котором мы находимся повседневной жизни это просто верхушечка верхушечка айсберга и 95 процентов нашей жизни вообще управляется нашим подсознанием вот эти мемы да они неспроста появились поэтому древние люди уже принципе понимали так наше мышление наше сознание очень наше подсознание имеет огромное влияние на нашу реальность на наше вообще восприятие реальности вообще в современности а тема закон притяжения начала форсироваться в девятнадцатом веке когда один человек queen be его фамилия была можете почитать о нем на википедии заболел туберкулезом все решил что он умрет и понял блин дай-ка я попробую жить так как будто я здоровый человек и думать так как вот я здоровый человек в итоге туберкулез у него прошел он не умер и начал форсировать идею везде конечно же это захватило умы других людей и так потихонечку пошло-поехало в конечном итоге ученые типа джо диспензе доказали что да наш разум действительно влияет на наше здоровье на наше тело вы можете почитать книжку джо диспензе я его очень рекомендую где он описывает как пример у него была ужаснейшая травма позвоночника и он каждый день представляя визуализируя свой здоровый позвоночник все равно стараясь как-то двигаться медитируя он действительно вопреки всем предсказаниям врачей восстановился не за год а за буквально там три или четыре месяца я уже детали не помню поэтому в науке уже давно можете прям посмотреть на все эти статьи уже давно доказано влияние разума на наше тело и если наш разум имеет влияние наше тело почему вы наш разум или даже наше подсознание не могут влиять на нашу реальность правильно потому что если я хочу фокусироваться на негативных вещах то моей жизни будут только одни негативные вещи я буду видеть только серое небо только угрюмых людей только буду фокусироваться на недостатках каких-то жизни а если я буду фокусироваться На том, что я здорова, что у меня семья Есть родители, что я куда-то движусь То есть буквально думая о более позитивном ключе Наша реальность все равно меняется Мы как минимум меньше страдаем Но это уже более в ментальном плане А как именно в физическом плане Закон притяжения работает И что для этого надо делать На самом деле, еще в Библии Была классная цитата Я прочитаю ее на английском Верь, что ты уже ее получил И оно станет твоим Не знаю точно по-русски, как это переводится Но примерно так Дальше, трансцендентальное движение В США 20 века утверждает Сознание превалирует над материей Если мы посмотрим вне восточных практик А посмотрим в более западные философии Например, Hermeticism Также утверждал, что наше сознание Наши мысли имеют прямое влияние на реальность Кстати, про Hermeticism Я бы хотела записать отдельное видео Есть несколько законов Hermeticism Блин, не знаю, как по-русски точно это произносится Если вам интересна эта древнейшая философия Ставьте палец вверх Пишите комментарий Я обязательно расскажу Дальше, давайте посмотрим психологию Какие есть психологические феномены и эффекты Которые буквально доказаны наукой И которые так или иначе Говорят о законе притяжения Просто с разных сторон Во-первых, это The Streisand effect Барбара Streisand, знаете Так вот, она когда-то в жизни Очень хотела, чтобы ее Виллу в Калифорнии не афишировали Никто о ней не знал Пыталась удалить фотки из инеты И в итоге она добилась обратного Эти фотки стали чуть ли не самыми популярными Форсировались и Ими делились везде Поэтому получился такой эффект психологии Когда мы что-то хотим В итоге слишком сильно обсессируем И получаем что-то обратное Дальше Это когда вы делаете какое-то предположение Как оно и будет И в итоге так оно и случается Есть также обратное Когда вы что-то загадываете, предполагаете И получаете обратное Наверное, вы тоже это замечали Позиция жертвы То есть когда мы живем в позиции жертвы Конечно, мы везде будем видеть Только как нас люди пытаются обмануть Кинуть, нас абьюзить И так далее Опять же, можете подробнее почитать По все эти психологические феномены Я не буду сейчас в них вдаваться В детали Также Также называется Кобра-эффект Можете все почитать А, и самый классный Это эффект Пегамелеона Эффект Пегамелеона Когда у вас очень завышенные ожидания Вы настроены позитивно Классно Доказано было, что результаты вашего перформанса Будут гораздо-гораздо выше Чем нежели вы зайдете в какой-то проект В какое-то занятие С вообще непонятно какими настроениями И ожиданиями Также вы можете почитать книги И публикации Томаса Троуэрд Который был одним из пионеров этих идей И он как раз писал о том, что То есть мысли Как? Precede reality Серьезно, не знаю, как переводится Простите, ребята Наверное, мне нужно вести канал на английском Его можете работы почитать Поэтому я думаю, это достаточно бэкграунда Давайте я расскажу на самом деле Что такое в итоге The law of attraction Если перевести все писания Что это значит Наше сознание создает реальность Как это вообще? Ничего оно не создает Вот я хочу миллион долларов А его, сука, там не падает с крыши На самом деле такого не бывает Что такое закон притяжения? Это значит, вы Банально Настраивайте свою вибрацию Свою энергию На тот уровень На котором находится то, что вы хотите Я знаю, это звучит сейчас Как бреф сивой кобылы Stay with me В нашей жизни Согласно физике Согласно индуизму Буддизму Все состоит из энергии Из вибраций Из волн Вы и я Мы состоим из одних и тех же Атомов, молекул и так далее Соответственно, абсолютно все Вибрирует И находится на разных уровнях Вы наверняка замечали, что у людей есть Офигенная энергия, харизма С ними хочется быть У них какие-то свои вибрации Или вайб Слово вайб тут очень классно подходит А у каких-то наоборот И вы чувствуете это на каком-то таком Молекулярно-генетическом уровне Это как раз одна из манифестаций того Что мы Это есть энергия, есть вибрация Соответственно, закон притяжения работает как? Вы в своем мозгу В своем сознании Подсознании Фиксируетесь на тех вещах Которые вы хотите быть То есть, грубо говоря, вы хотите, чтобы у вас был Мужчина, партнер, который вас очень любит Или там, не знаю, очень щедрый Очень о вас заботится Да, вы хотите этого мужчину Но, скорее всего, вы хотите эмоции Которые даст вам этот мужчина А что это? Это любовь Забота, щедрость и так далее Соответственно, вам самим нужно А, держать эти вещи в голове Чувствовать, что вы достойны их И при этом вам нужно отдавать эти же вещи в мир Потому что Подобное привлекает подобное То есть, если вы хотите что-то получить Вам нужно изначально свою энергию настраивать Как в радиоприемнике Да, вот на нужную frequency Соответственно, когда вы это делаете Во-первых, вы начинаете меньше страдать Потому что вы фокусируетесь уже на тех вещах Как будто они реально у вас уже есть То есть, вы уже изначально в жизнь входите С позиции благодарности Вы такие, блин Я уже кайфую Мне уже все нравится Я уже отдаю то, что хочу получить Соответственно, эти вещи потихонечку И приходят в вашу реальность Не обязательно, кстати, один в один Как вы себе их представляли Иногда лучше, гораздо лучше Иногда видоизмененным Ну, например, вы хотели мужчину Который вас очень любит И вы излучали эту любовь, щедрость Но, к примеру, вам в жизнь попался какой-то щеночек Вот вы на улице нашли щенка И все И вот он теперь в вашу жизнь заполнил вот это желание Я утрирую То есть, наши желания могут исполняться в различных форматах И мы не всегда можем это сразу, к примеру, понять Вот, это первое Второе Второй закон Если вы хотите что-то получить Вам нужно Ну, грубо говоря Все, что хотят все люди? Это деньги Спросите любого человека Я хочу деньги Я хочу миллион долларов Я хочу иметь кучу денег И ничего не делать Все этого хотят Все этого желают Но все ли люди размышляют из позиции Да, я готов Я хочу иметь эти деньги Я достоин их Я могу их заработать Я силен Потому что на самом деле Куча людей говорят, что они хотят деньги Но на самом деле они не хотят их Они хотят ныть Они хотят страдать, что у них нет денег Но на самом деле прикладывать какие-то усилия Для того, чтобы эти деньги получить Они не хотят Так вот, закон притяжения работает только тогда Когда вы уже находитесь на пути К своей цели Ну, например Вы очень хотите стать Не знаю, знаменитым врачом-психологом Хотите, чтобы у вас онлайн были консультации Да И вы прям очень это сильно хотите Вы делаете шаги Заводите там инстаграм или тикток Вы пишете статьи Вы стараетесь раскручиваться Да, вы развиваетесь И вы можете заметить, что на этом пути Вам потихонечку, серьезно Будут приходить ништяки Не только потому, что вы прикладываете Банальные физические усилия Да, на банальных физических усилиях Тоже можно уехать Но когда мы вот эти банальные физические усилия Смешиваем с таком миксе, да Как тесто С правильным ментальным настроем С аффирмациями, с медитациями С позитивной улыбкой Я вообще обожаю в течение дня Благодарить просто Вселенную за все Ваша энергия точно так же меняется А хорошая энергия привлекает Что? Правильно Так же хорошую энергию в вашу жизнь И третий пункт, еще раз подчеркну Закон притяжения не работает Как это форсируют девчонки в инстаграме Типа, пиши со мной дневник Будься на позитиве И он тебе подарит кольцо с бриллиантом Ничего он тебе не подарит Это так не работает Ну, может когда-то это сработает Но фиксироваться на каких-то тупых материальных вещах Довольно глупо На мой взгляд, лучше фиксироваться именно на эмоциях На каких-то знаниях На опытах, да? Я недавно в шортсе рассказывала Офигенный пример законопритяжения Когда я с утра, буквально с утра танцевала под Бейонсе Да, эти видео можете посмотреть в моем инстаграме И мне просто пришла мысль на секунду Блин, как охеренно было бы попасть на ее концерт Просто промелькнула мысль Я не придала ей значения Она пришла и ушла, да? В течение дня нам приходят тысячи мыслей Не буду же я фиксироваться на всех Забыла Потом, через пять часов Мне пишет одна моя подписчица Слушай, Олеся, ты идешь на концерт Бейонсе? Она же там летом будет турное делать По всей Европе, по всему миру И я такая Да ладно, ешкин ты дрыщ Как такое вообще возможно? И, соответственно, я тут же иду на сайт Смотрю, каким-то чудом выхватила билеты Уже на ресейле Их кто-то продавала с фанатов Причем в офигенную ложу Прямо у сцены Там, где будет все видно Можно танцевать За полчаса я это сделала А с момента того, как я подумала Мысль хочу на концерт Дом покупки билетов Прошло где-то часов пять Я просто офигела Причем мой мужчина потом такой О, Олесь, это же прям в твой дыре считай Давай-ка я тебе оплачу эти билеты Это будет мой подарок тебе на день рождения Не хочу ломать себе голову Что тебе подарить Как вот это работает И, наверное, вы все в жизни можете посмотреть Что у вас были какие-то примеры Того, что вы о чем-то подумали И отпустили вроде Не особо сильно заморачивались И оно в опачке к вам пришло На самом деле иногда тут такое может противоречие возникнуть Потому что есть закон обратного усилия The backwards law И при этом The law of attraction Типа закон обратного усилия гласит Что чем меньше мы о чем-то заморачиваемся Тем лучше результат Но, наверное, вы замечали Что ведете на экзамен часто Ни хера не готовившись Получаете пятерку А потом пришли на экзамен Где вы просто усирались, сидели И получили трояк Ну, у меня часто такое было Или, например, я попала в NYU В офигенный топ-вус мира Я вообще через жопу делала весь application Не заморачивалась, не хотела ничего Просто делала действия Была на кайфе, на позитиве именно И все сработало И у меня куча историй людей Которые так шли примерно интервью с Google Там с другими компаниями Вообще забив хрен И получали в итоге offer Получали работу Поэтому, как вот совместить Вот эти два закона Это, наверное, тема на следующее видео Но, дисклеймер Мне кажется Нужно делать действия К нашим целям Но при этом не ожидая результат Да Вот, мне кажется, в этом вся фишечка То есть мы делаем Потому что нам в кайф Потому что нам хочется расти Нам хочется развиваться Но при этом мы не ждем результат Ну, например Я могу не записывать это видео на YouTube Потому что я ожидаю сразу миллион просмотров И все Я не буду ничего записывать Зачем? Я же не получу сразу миллион просмотров Или же я могу записать это видео на YouTube Потому что мне в кайф Потому что у меня классный микрофон Привет И мне хочется с вами общаться И делиться информацией Да Поэтому, мне кажется Таким образом можно совмещать Эти два закона Закон притяжения И закон обратного усилия Все классные ссылки И ресурсы по закону обратного Блин Все ресурсы по закону притяжения Я оставлю в комментариях Точнее в описании к видео Я также постчу все в своем инстаграме В своем телеграме Возможности по уезду за рубеж По учебе Куча всякой полезной информации Если вам интересно Можете на меня подписаться И следить за мной каждый день Спасибо вам большое за внимание И намасте Хорошего вам дня